здравствуйте мастер вас исходит невероятная благодать и рядом с вами почему-то по-другому все ощущается и видится и как будто бы все расплывается и это очень необычное чувство что это такое почему это происходит потому что вы попадаете в реальность и в реальность есть истина как только вы к ней прикасаетесь вы теряете иллюзорное представление о своем существовании вот что это такое ибо нет никого кто существует кроме единой неделимой реальности это невероятно потому что рядом с вами как будто ты я или что-то погружается просто и и и остается только чистое присутствие божественное присутствие которым есть лишь блаженство вы всегда находитесь в реальности всегда если говорить вашим языком то я есть реальность я и есть эта реальность вот и все нет того кто находится в реальности ибо реальность есть то что я есть то есть неделимая на единое и неделимое пространство самоосознающие то есть вы воспринимаете все воспринимается как как все одновременно такова природа восприятия бога ибо бог воспринимает и знает только целое он не знает частности или чего-то отдельно почему то хочется в этом находиться и не терять это ощущение рядом с вами потому что это твоя истинная природа потому что это твой дом потому что это то что ты есть потому что это то куда тянется сознание вернуться это замечательно а что же мешает мешает находиться в этом всем людям чтобы находиться в этом неделимом состоянии дома что мешает тебе находиться в реальности когда ты ночью спишь и видишь сон что тебе мешает разве есть что то что мешает нет ведь так однако ты не помнишь себя когда ты видишь только сон который происходит как сновидение в это время твое тело лежит на кровати и не осознается как реальность так ведь что тебе мешает ничего ничего так и тут просто сон происходит вот и все то есть сам сон мешает пробудиться то есть знаешь сон не может проснуться сам сам он не может проснуться потому что это время не осознается тот кто видит этот сон он словно забыт поэтому сам сон не может пробудиться вот и все все что мешает и не мешает одновременно да вот в мире во сне как будто бы с людьми происходят страшные сны в виде войн и как же им как же им проснуться от этого кошмара как же то есть то есть в реальности совершенно нету войны да и никак не затрагивает никак не затрагивает то есть все что происходит во сне все эти игры о которых ты говоришь они лишь кажущиеся происходящим то есть происходящие сон в этом сне ты как персонаж появился потому что все что ты видишь как происходящее лишь кажется происходящим стало быть и ты как персонаж лишь кажущиеся явления да это это невероятно это невероятно а почему появилась я откуда оно взялось почему он появился изначально или ты про себя говоришь изначально если об этом можно что-то сказать то это похоже на несчастный случай то есть доверчивое сознание поверила в мысль поверила настолько что что отождествилось с нею однажды была произошла такая история которая была рассказана с работы открыв дверь увидела что квартира вся задымлена полностью а муж был дома в это время она побежала искать источник этого дыма на кухне стояла кастрюля с горевшими овощами которые он поставил на плиту а сам сидел в комнате у компьютера когда она забежала к нему в комнату он даже не обратил на нее внимание то есть он сидел у компьютера и свет от монитора просто шел на его лицо его в реальности не было он не видел ни дыма ни ее пришедшую в комнату он находился в компьютере в этой игре как персонаж в которую он играл и приблизительно то же самое происходит в я мысли как персонаж то есть появляется мирянин вместе с этим мирянином появляется мир мир который никогда не бывает совершенным ибо он является искажением реальности то есть для мирянина мир всегда несовершенен потому что мирянин не видит не знает реальности он знает только искажение реальности как мир который появился только для него поэтому и говорится что для каждого у каждого свой мир понимаете потому что есть тот кто его создает вот и все а в этом мире в который который создан происходят всевозможные сны всевозможные игры которые разыгрывает ум в том числе войны в том числе какие-то катастрофы какие-то какие-то неблагополучия все это все это видит только тот кто видит этот мир потому что божественная реальность это другое измерение оно свободно от миров и в то же время все миры происходят в нем в реальности а вернее сказать не происходит а лишь кажутся происходящими такие дела хочется чтобы каждый прикоснулся к истине к реальности чтобы почувствовал вернулся к своей природе истиной миленькая каждому цветку свое время цветения поэтому все всегда на своем месте понимаешь ты не можешь заставить плоды на дереве созревать раньше чем они созреваются то есть им нужно повисеть на солнце ровно столько чтобы налиться сладостью чтобы созреть понятно ровно столько сколько они висят как только оно созревает оно само падает в руку чудеса но если ты захочешь зеленый несозревший плод сорвать у тебя это не получится а созревшее яблоко само падает в руку вот и все так и сознание лишь готовые приходят прикоснуться и раствориться остаться в реальности я не женщина получается не жена не человек просто не хочется тебя разочаровывать огорчать понимаешь но это так потому что то что ты назвала что-то что-то мысли о себе вот и все это тело кажется таким реальным кажется что ты двигаешь что-то делаешь будто бы но это только кажется ключевое слово кажется ключевое слово потому что все что ты видишь есть лишь видимость в том числе и тело а как же боль тела когда испытываешь боль это тоже кажется боль это кажущаяся тоже кажущаяся мысль возникающая в уме ибо тело получается что мы как мысли как программа с чем себя отождествили отождествили то есть это все программа конечно это все мысли просто мысли которые ты о себе думаешь которые думаются как некие представления о себе но если ты посмотришь трезво ты увидишь что все это лишь мысли потому что все это ни к тебе не имеет никакого отношения очень хочется задать вопрос про ангелов так существуют ли ангелы и кто они ну смотри ангелы это слово такое что ты подразумеваешь под этим ангелом под этим словом то что ты подразумеваешь под этим словом есть мысль то есть ангелы это мысли да так ведь в том числе и падший ангел который можно сказать я мысль это падший ангел который посчитал что он отделен что ты как я кто-то отделен от всего вот что такое ангелы а люди которые отождествили себя есть ангелы то есть мысли ангелы а я мысль падший ангел если так доступно этот падший ангел придумал себе имя назвал себя дьявола дьявол в переводе с древне греческого по моему язык означает разделяющий дьявол то есть творящий двойственность вот и все то есть когда ты говоришь я кто-то происходит служение происходит служение кому то есть мысли ни эго ни тебя как кого-то не существует в реальность то есть все это выдумка в том числе и дьявол понятно все если если ты забудешь про это если ты отбросишь это отбросишь эти выдумки ты окажешься в реальности ты окажешься самой реальностью вот и все а сама реальность есть не что иное как рай который потерян когда-то был вот и все то есть говорят что словно есть ад и есть рай да на самом деле ад и рай одно из них не существует то есть существует только одно только рай понимаешь а ад полностью от начала до конца придумал как так получилось говорится же несчастный случай то есть доверчивое сознание увлеклось мыслью заснула в мысли в мысли о себе в ложной мысли о себе ну это похоже на то как если бы ты стояла у зеркала и видела бы отражение да но решила что отражение есть ты а не тот кто стоит перед зеркалом понятно но отражение как известно оно же ведь не существует конечно так и тут то есть мысли о себе это то чего не существует в реальности этого нет в реальности есть только сама реальность сама реальность сама божественная реальность и больше ничего все остальное выдумка я сейчас смотрю на вас и у вас разные лики меняются лица это это что это такое это это нормально все видят изменяя меняющиеся лики многие об этом говорят всех всех все нормально как только ты прозреешь все эти видения исчезнут потому что все святые все божества которые когда-либо были и есть все находятся во мне но вы сейчас светитесь а вы просто светитесь конечно столько света стоит дело в том что вы тоже светитесь вы все тоже светитесь вы все с ним прямо здесь сидите все все чистые все святые только вы об этом забыли вот в этом вся разница рядом с вами очень легко потому что чувствую что чувствуется что давно да это твоя истинная природа поэтому такое легкое спокойное ощущение возникает ибо твоя истинная природа это покой нерушимый непоколебимый это безмолвие это тишина это блаженство вот и все просто вспомни это и останься в этом почему видится мужчины как мужчины а женщины как женщины это это разные энергии проявлены нет это видится только тот тому кто разделен кто разделяет видит мужчин как мужчина женщин как женщина потому что у него в уме есть представление об этом это 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 разделение ты окажешься в реальности то есть реальность или бог не видит ни форму ни пола не видят потому что потому что у него потому что он видит единое только единство самого себя разделенность возникает только для эго только для я мысли и тогда возникает и мужчины женщины еще какие-нибудь и эти мужчины и женщины которые возникли пытаются соединиться в семье почему такое стремление это стремление неосознанное стремление соединиться познать единое вот но поскольку это стремление неосознанное то оно проходит мимо и начинается что отношения эгоистичные отношения то есть пропускается то главное ради чего возникает притяжение двух разделенностей то есть это шанс соединиться шанс познать единое шанс познать бога который тут же обесценивается тем кто создает разделение поэтому вы не можете соединиться не можете познать единое поэтому вы всегда разделены поэтому вы всегда видите другого в то время как другого нет похоже на болезнь ну можно и так сказать да ну скорее это просто сон который в конце концов заканчивается потому что ночь не длится вечно ночное сновидение всегда заканчивается пробуждением так ведь да так и сон сознание рано или поздно сознание пробуждается каждый 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 пройдя большой путь через все формы через все кармы через все страдания которые заготовлены на пути кармы пройдя через это и благодаря этому сознание пробуждается потому что страдание это благо толкающее сознание к пробуждению а можно прояснить вопрос что такое карма для карма карма это такое слово да в реальности кармы не существует а как только возникает слово это карма для кого-то для я мысли для я отдельности для эго возникает карма то есть некое действие которое вызывает противодействие и это противодействие оставляет некое впечатление отпечаток эти отпечатки этими отпечатками начинает наполняться тело то есть оно наполняется кармой согласно этой карме происходит дальнейшее движение тела и вот и все то есть мы рождаемся с предыдущими отпечатками приходим да тот кто рождается да да и есть тот самый персонаж который называет себя я кто-то вот он рождается и умирает больше некому рождаться и умирать потому что в реальности этого персонажа нет в реальности есть лишь абсолютная единая божественная вечная реальность словами описать как оно прекрасно даже пытаться не хочется и не нужно и не нужно конечно слово это ложь но мудрость это будильник поэтому слушай сердце и воспринимай мудрость и не засыпай в словах не засыпай во лжи с благодарю первый существуют ли шаги к пробождению и как происходит как Пока есть ищущий, для него возникает лишь путь. То есть шаги к пробуждению, они не ведут к пробуждению. Понятно? Пока не исчезнет тот, кто делает эти шаги. То есть шанс самого пробуждения возникает лишь тогда, когда делающие шаги исчезают. Получается, все религии, все учения — это искажения? Это то, что кажется происходящим. Понятно? Потому что сознание не требует пробуждения, ибо оно изначально пробуждение, потому что… Ты обнаруживаешь, что Солнце никуда не девалось, оно всегда было даже за тучками. Так же и с пробуждением. То есть пробуждение не нуждается в себе. Понятно? Сознание изначально пробуждено. Не нужно никуда ходить. Получается, все здесь. Все здесь. Прямо здесь? Все здесь. Прямо здесь. Все. И никогда не подонюхать. И никогда никуда не девалась. То есть ты лишь села на заваленке и замечталась. Понятно? Да. Просто замечталась и улетела куда-то в какие-то мечты. Все. Все, что произошло с тобой. Это поразительно просто. Да. А существуют ли тогда уровни осознанности или это тоже все кажется? Конечно. Конечно. Вообще все, что ты видишь, как происходящее в этом видимом для мирянина объективном мире, все есть лишь кажущееся видение. Миражеобразное. Которое прямо сейчас ты можешь видеть, как оно исчезает. А вот его уже и нет. Видела? Вот так. То, что сейчас происходит со мной, со мной, наверное, не актуально. То, что сейчас просто происходит. Это прямая передача? Что такое прямая передача? Это то, что сейчас происходит? Да. Да. Это прямое прикосновение истины к самой себе. Понятно? Даршан – это то же самое? Это то же самое. Это прямое видение Бога. 還是 Werом Nasıl останавливаться. Сейчас тыcup з ! Сейчас yardım идите Briогоeyе и здесь полетели. И пусть в контенте каждают. Намапная детс introductions клевогое и здесь лasti пахать. А почему тело так реагирует в виде слез или смеха и это происходит рядом с тобой? Почему такая реакция? Это со всеми так? С многими, да, с многими. Такая реакция возникает, когда случается пробуждение, когда сознание вдруг осознает себя как свою истинную природу, то есть себя как то, что ты есть. И тогда все ложное исчезает. И видение этой, видение истины, в этом видении истины возникает смех. Потому что это так просто и так чисто и так очищающе, что тело начинает смеяться. Это словно результат игры в прятки, понимаешь? Когда вдруг найдено то, что было потеряно. И тогда возникает... Смех. Смех от осознания себя. Во время медитации возникают интересные... Что-то происходит с телом. Возникает тошнота, какие-то судороги, боль. Очень сильная боль, кажется, что невозможно терпеть. Почему так происходит? Почему так происходит? Это происходит не только во время медитации. Это происходит с каждым, с любым, кто приходит и прикасается. Прикасается к истине. Ибо истина — это священный огонь, который сжигает все лишнее, все ложное. В том числе и вычищает все ложное. Именно кармические какие-то отпечатки, которые уже накопились в теле. И тогда тело ощущает эти перегрузки от того, как свет выжигает эту карму. Вот и все. Это просто спецэффекты, возникающие вследствие экзорцизма. Ух ты! Вот и все. То есть это чистка. А это происходит даже на расстоянии? Да. Спустя долгое время? Да. Да. Это происходит. Расстояния вообще нет никакого. Однажды была онлайн-встреча с японской женщиной одной, в которой было шесть собак. Пока мы с ней общались, в кадр к ней пришла одна собака. Ну и так или иначе взгляд этого тела упал на эту собаку. Потом ее чистила сутки. На следующий день другая пришла. Потом другую собаку чистила сутки. То есть у них был жуткий там понос, из них лилось все подряд. Это чистки. Такие. Это нормально, не обращайте на это внимание. Это можно пережить. Это не страшно. Вот многие люди сейчас живут в городах, ну как им кажется. Возможно ли, ну вот находясь возможно в каком-то еще сне, возможно ли пробуждение в городе, суматохе этой, работа, семья, бежишь куда-то? Конечно, возможно. Именно это и произошло с этим телом. То есть это тело было классическим городским жителем. Вот. И тем не менее по готовности сознания к пробуждению или, назовите как хотите, просветлению, вот это происходит просто. То есть по готовности происходит пробуждение. Созревший плод падает в руку Бога. Это прекрасно. Поэтому здесь нет никакой разницы, где находится тело. Ибо как только появляется готовый, то есть как только созревает готовый, появляется мастер, появляется учитель, появляется Бог. Бог, который дарует пробуждение, окончательное пробуждение. Но лишь готовый приходит. А готовые? Было ли такое? Было. Убегают некоторые. Почему так происходит? Просто не готов? Как можно? Конечно. Дело в том, что готовность — это не только готовность сознания пробудиться, да? Это некая степень созревания Личности к тому, чтобы исчезнуть. То есть если Личность не готова исчезнуть, то прикоснувшись к Богу, она словно теннисный шарик, она отскакивает. Понимаешь? Не имея возможности раствориться. Понятно? И отскочив, она усиливается, то есть она усиливается тем, что в нем возникает духовная гордыня, например. То есть после этого сокровенного прикосновения она в эго вдруг решает, что оно уже все познало. Но я мысль никуда не делась еще. Эго никуда не исчезла. Оно еще усилилось и стало более тонким. Тонким для того, кто его перестает замечать. То есть оно мимикрирует. Опасно? Да. Он сбрасывает их далеко. То есть они теряют благословение, теряют благословение на многие-многие жизни вперед. Как же не поддастся? Как же заметить вовремя этот момент, когда истончается? Осознать, что только через смирение и служение. Что смирение и служение – это два светлых крыла, которые способны поднять тебя к Богу. Но в процессе этого подъема исчезнет тот, кто поднимается. В этом заключено величайшее чудо – Бог Божественное. В этом исчезновении. А ведь сейчас многие как раз таки люди не хотят смиряться и служить у них наоборот. Ведь какое-то противостояние, что ли, замечается. Это просто неготовность, да? Да. Культ личности делает свое дело. А сон углубляется благодаря изощренным попыткам расставлять ловушки, которые придумал ум. И в эти ловушки постоянно попадает сознание. Поэтому и говорится вам, что сон настолько глубок, что пробудиться самим очень и очень сложно, очень и очень трудно. И поэтому возникает мастер, поэтому возникают сатсанги, поэтому возникают даршины. Так происходит. В помощь тем, кто готов пробудиться. Это великий дар. Да. Это дар высшей милости, да. Это великий дар. Но лишь готовый может принять его. Потому что не более великий дар – готовность принять этот великий дар. Понимаешь? Вот так. Великий дар. Великий дар. Готовность принять дар высшей милости. Пробуждение. Ты Бог? Бог? Ты Бог? Ты Бог? Я Творец. Говорят они. Но сказать «Я Творец» может лишь персонаж сна. Потому что сказать «Я Творец» в реальности некому. Но когда кто-то говорит «Ну как же, мы же не Боги». На самом деле он говорит «Мы демоны». Просто не отдаёт себе в этом отчёт. Просто не ведает об этом ничего. Потому что мысль «Я» и есть начало демонического. А почему люди его смеивают, когда ощущается единство? Эго всегда обесценивает, вечное обесценивает то, в чём ему придётся умереть. То есть оно словно обесценивает и открещивается от этого, не стараясь не приближаться к этому. Потому что если оно приближается к этому, то оно тут же исчезает. Понимаешь? И это происходит безусильно. Прямо сейчас вы не личности. Увы святые. Ибо в реальности нет ничего, никакой мысли о себе. Нет мысли. Совсем. Да. Совсем. Потому что в реальности ни одна мысль не выживает. Она не может появиться. Ибо думающий ум, создающий вот этот хаос мыслей, возникающих спонтанно, это бульканье, вот это кипение, вот это воспаление в его разуме. Оно возникает просто как патология. Что такое смерть? И есть ли она вообще? Смерть? Смерть это такое слово. Смерть тела. Смерть тела? Да. Тело не умирает, чтобы вам было известно вообще. Ну и вообще смерти нет. Потому что смерть это всего лишь слово, которое обозначает некий процесс, происходящий с смирянина. А мысль. Поэтому только мысль может умереть и родиться. Но мыслей нет сущностных. То есть некое представление о себе как о ком-то, это всего лишь мысль, которая несущностно не проявлена. Таким образом можно сказать, что смерти нет. То есть тот, кто умирает, ему лишь кажется это. А тело меняется, стареет, что-то происходит. Это тоже кажется? Да. Конечно. Все это лишь видимость. Все это лишь движение в уме, какое-то некое движение, которое возникло и которое ты наблюдаешь. Но оно является миражеобразным видением. Прямо сейчас ты это видишь. Куда все делось? Куда все делось? Все, что можно осознать, только осознать теперь этот опыт, это все. Это волшебство. Это волшебство. Это невероятно. Это невероятная благодать, которая грубыми словами не подходит. Такова природа Бога. Когда благодарю за прикосновение к истине, а не хочется никуда уходить, никуда не хочется от истины уходить. Как же быть рядом с мастером, чтобы не уснулось снова? Как же находиться рядом с вами? Да. Именно поэтому возникает ашрам сейчас. Именно поэтому. Потому что все больше и больше ищущих, которые приходят и через бескорыстное такое сердечное служение чувствуют, что необходимо остаться в этом, что есть созревание к пробуждению. Но возможности такой, она не возникает у всех. Для того, чтобы эта возможность возникала, чтобы она была у всех, возникает ашрам, создается ашрам сейчас. Как только он будет построен, у всех будет возможность прийти и находиться столько, сколько необходимо в поле этого тела, в поле мастера. Находиться, пребывать в истине, пребывать в этой божественной чистоте для того, чтобы полностью очиститься и освободиться. Можно никогда-никогда не выходить? Никогда не выходить? Куда? И за территорию ашрама. Да, конечно, нужно поселиться будет и просто остаться там, навсегда жить там, радоваться вместе с мастером самой реальности, божественной реальности, самой той реальности, что есть рай. Это невероятно, невероятно прекрасно. Возможно ли прикосновение к истине без мастера? Происходит ли это? Дело в том, что без мастера это не происходит, потому как мастер находится в каждом из вас, в каждом вашем сердце находится мастер. Это очень просто. Все, что нужно, это утратить, ага. И это доступно каждому. Понимаете? Доступно каждому. Но каждому цветку свое время цветения просто вот и все. Кто-то зацветает раньше, кто-то зацветает позже. А если вы говорите о мастере как о неком теле, который является просто светом или дверью, в которую вы можете войти, растворившись, то это дается тоже как возможность. Как возможность быстрого, очень быстрого освобождения. Но утрата эго, наличие мастера тоже необходимое условие. Без утраты эго ничего не происходит. Будет рядом мастер или рядом мастера не будет. Отбросить. Нужно отбросить. То есть, да, чтобы раствориться в истине, чтобы познать высочайшим смыслом, познать истину, все, что нужно, это абсолютное доверие и преданность. Вы спросите, чему? Богу. Через что бы он не проявлялся. Вот и все. Это благодать. Благодать и смирение, вы говорили, да? Смирение и служение. Как распознать правильность смирения, что это не я, что это не эго? Чистое смирение. Миленькая, смотри, вот настрадавшийся, он созревает к той самой готовности пробудиться, понимаешь, настрадавшийся. Потому что все 99,9%, кто приходит, на самом деле готовые пробудиться, они приходят лишь потому, что они уже настрадались так, что дальше уже ехать некуда. Понимаешь? Понимаешь? И тогда происходит что? Поиск вот этого, вот этого начала, да, начала пробуждения, а началом пробуждения является сдача. Богу. Да. Когда ты в абсолютном доверии и служении пребываешь, пребываешь в этой чистоте Божественного присутствия. И тогда все очень быстро происходит. Освобождение происходит очень быстро. Имеется в виду, когда ты согласен со всем и сразу? Когда ты согласен со всем и сразу. Смирение — это есть позволение всему быть таким, какой оно есть. Это есть принятие всего таким, какое оно есть. То есть прекращение сопротивления чему-либо. Не делить на плохое, хорошее. То есть это полное расслабление всего когда-то накопившегося напряжения. Потому что любое думание или любая деятельность думающего ума создаёт напряжение, которое отражается в теле в том числе. Так вот, сдача — это сброс любого напряжения. Сброс того, что ты никогда не делал. И тогда возникает видение того, что ты готов на всё. Ты отдаёшься в руки Бога с потрохами. Отдаёшься в руки Бога и говоришь, да будет воля твоя, но не моя. И тогда служение для тебя не будет никаким вопросом. Это будет естество, которое будет проявляться честно и чистейшим образом и будет тебя очищать. В котором не будет возникать никаких желаний, кроме служения Богу. Чистейшего даже не желания, а естества проявления сердечного. Субтитры создавал DimaTorzok